Ну, я постаралась хоть чуть-чуть вписаться в тему вечера, старый Новый год, и поэтому первый блок у меня будет зимнее стихотворение. Первое стихотворение, которое я сейчас прочту, было написано в 12-м году, так совпало, что оно зимнее, что оно тоже про январь, но я очень рада, что я его, ну, почти не читаю. В субботу было 9 дней со дня смерти Гриша Войнера. В больничном коридоре тихонечко звенело, прерывисто дышала гитарная струна. В углу гнездилось горе, за окнами ждал белый январь со снегом талу и полная луна. Разбитые стрижали, забытые куплеты, Молились мы о чуде, развенчивая боль. Нас к жизни возвращали любимые поэты, Осмысливая судеб обыденную роль. Сугроб Ярким солнцем сбаламучен, ощутив весны озноб, У дороги в грязной куче доживал свое сугроб. Никогда он не был слабым, за своих стоял горой И дворовым снежным бабам отдавал свой снег порой. Иногда бывал он колким. Чуть его рукою тронь, Игол острые осколки расцарапают ладони. Жил без зависти, без злобы, Но пришла к нему весна. Что ж подумалось сугробу, Номеруя смерть красна, Но никто и не заметил, Как уставший от хвороб Заискрился на рассвете И исчез Святой сугроб. Я это не надо, у меня очень короткие стихи, Будет одна сплошная овация, Я ее не заслуживаю. Над городом завис антициклон, Стояли холода уже неделю, Неистывал свирепый аквилон, И души на морозе леденели. У магазина стая грязных псов, Забыв обиды, Ближе к людям жалось, Был жалким вид опущенных хвостов И взгляд, В нем безнадежность и усталость, А мимо будничная жизнь текла, Спидометры насчитывали мили, И всем хотелось солнца и тепла, И доброты. И чтобы их любили. На окошке льдинки, Во дворе зима, Мерзлой снежинкой стала я сама, Улететь скорее, С тылой дом оставить, И на теплой шее У тебя оттаять. Но закрыли улицу белые торосы, И ползут, сутолятся в голову вопросы, Не поставить точку, На душе сомнения. Кромоздятся строчки вновь в стихотворение. В юга. В январь, влюбившаяся в юга, Всю ночь кружилась в танце страстном, И заметала всю округу, В порыве дерзком и прекрасном. Но холоден январь остался, Его душа промерзла слишком, В ее любви он искупался, И тотчас превратил в ледышку. Уже давно в февраль колючий Скучал у поветренной подруги, Он собирал ей в небе тучи, И белый нас селил упругий. Вновь заискрился шлейф у вьюги, И под февральским взглядом нежным, Забыв сердечные недуги, Она взметнулась вихрем снежным. Шальные стицы вслед галдели, И пустяком казалось сущим, Что скоро первые капелли Напомнят о тепле грядущем. Домовой. Тут же веселее. Домовой не дурачок. Он готовится к зимовке. С огорода кабачок притащил, Принес морковку. Чтобы легче зимовать, Положил себе в лукошко И запрятал под кровать Репку, брюкву и картошку. Он забрался на буфет, Со стола стащил печенье, Напихал в карман конфет, Перепачкался в варенье. Заглянул в окно рассвет. Кто здесь лазал, угадай-ка? Обнаружив сладкий след, Улыбнулась друг хозяйка И пошла, махнув рукой, Укрывать от снега грядки. Если в доме домовой, Значит, в доме все в порядке. А в доме все в порядке. Ну и ближе к дому стихи Становятся теплее. Птица счастья. Ты подарил мне птицу счастье. Той соловецкой белой ночью Я лишь нахмурилась. Отчасти, что в счастье верила не очень, Еще не верила в приметы. Покой мой птица не нарушит. И все же любила я поэта, Что нежностью махнатил душу. Банально. Счастье было рядом, Но мне оно не улыбнулось. Я проводила его взглядом. Оно ушло. Я обернулась. Под потолком парит жар птицы. В окно запрыгнул солнце лучик. С тобой под утро сладко спится. Наш хэппи-энд счастливый случай. Дочери, Я каждый год тебе пишу И каждый раз с тобой дышу. Я узнаю твой каждый шаг. Все, что ты сделала не так. С тобой мы разные. И все ж характер твой на мой похож. Вот взрослая стала. Ну и пусть. Теперь я за тобой тянусь. И восхищаясь и любя, Равняюсь, дочка, на тебя. Ты ж за собой меня маня. Оглядывайся на меня. Запеканка. Запеканка. В кухне запах запеканки. Дочь сказала, Пахнет детством, Где колготки наизнанку, Бант сестренки на наследство, Где разбитые коленки, Кукла Барби в новом клапласе, Вкусные в варенье пенки И картинка, но в кровати. А еще, Чем пахнет детским? Киселем, И рыбьим жиром, И от всех болезней средством Теплым молоком с инжиром. А еще, Ты помнишь летом Мы сидели на лужайке? Ты тогда мне все секреты Доверяла без утайки. Мы ложились на закате, А вставались по заранку. Помнишь, дочка? Где ты? В чате? Жаль. Остыла запеканка. Итиная история. Тоже дом. Старий пруд Позернут тиной, Возят ивы хоровод. Здесь живет народ утиный, Дружно, в общем-то, живет. Лето яркие странички Перелистывает год. Здесь у всех свои привычки. Полон длинный день забот. Много дел у мамы утки. Десять крошечных утят. Не отплыть ни на минутку. Постоянно есть хотят. Крякни дочкам и сыночкам, Крепче на плаву держись. Предстоит вам в одиночку Выплывать в большую жизнь. Малыши скользят упрямо Вдаль, где темная вода. Важно, что в них верит мама. Остальное ерунда. Майское утро. Заплела косичку дочка Симпатичный колосок. Поэтическая строчка Застучала мне в висок. Старый двор Сиренью дышит. В предвкушении летних тем Каблуки найду повыше. Мини-юбку, а затем За любую сотраженью Не заметив седину И уверенным движением Поясочек затяну. Зазвучу высокой ноткой Новой песенки чудной. Кто-то скажет С ума сбродка. Не угнаться за весной. Ну и уже про себя начала, Значит, про себя уже и продолжу. Неделя в Пушкинских горах Все в этой неделе короткой И быстрые речки течения И вечер с домашней водкой И к пушкинским тайнам влечения Там солнышко было со мною Дарило и радость, и ласку Чтоб вспомнилось длинной зимою Мне эта чудесная сказка. Светлела ночная дорога, Мелькали события страницы. Я верила, Все понемногу наладится И разрешится. Осмыслив былое, Не поздно Нарушить привычные схемы. Медведица ковшиком звездам Моей зачерпнула проблемы. Остался в прошлом день вчерашний, Не стоит в памяти жалеть Стихов набросок карандашной И горечек недолгих встреч. Все растворилось понемногу И унеслась куда-то вдаль Моя недавняя тревога, Моя ненужная печаль, И глядя вслед Звезде летящей Простой мотив В душехране Услышу Звук струны звенящей В аккорде Завтрашнего дня. Перелистывая Шекспира Прервалась в ней связующая нить, Как мне обрывки их соединить? Шекспир гамлет. Прервалась в ней связующая нить, Стих телефон, И замолчала Лера, И как теперь без этого нам жить, Не сказано в трагедии Шекспира. Быть или не быть, Любить или забыть, Вопросы болью отдаются слева, И тщетно я пытаюсь объяснить, Мне тесен образ эльсинорской делы, Растрачивая чувства на беду, На бегу, И роль вращая в сторону заноса, Я знать хочу, Что я всегда смогу В твоё плечо уткнуться Мокрым носом. Прервалась лето, Связующая нить, И новые написаны куплеты, А те обрывки Не соединить, Не вписывались мы в канву сюжета. Строка. Глубокий смысл мироздания Хочу познать наверняка, И вот из недр самосознания Вдруг появляется строка. Ей лаконичный и красивый Строфу достойную найду, И замелькала перспектива, И заметалась я в бреду. Строка ложится на страницу, В стихи сплетаются слова, И сердце стало чаще биться, И загружилась голова, Сижу, горжусь своим творением. Но тут шепнул один знаток, Что главное в стихотворении Всегда бывает между строк. День смеха Час пик, Апрельская премьера, Еще весны дыхание рубка, На набережной Ребеспьера Поток машин, Зажатый в пробке. На пропете птичьей стайки Галдели, будто насмехаясь, А на асфальте билась чайка В вороньем клюве, задыхаясь. Уже поникли крылья птицы, Прицельно смерть стучала в теме, И мне б тогда остановиться. Но я проехала за всеми. В глаза светило солнце ярко И расплывались, и говорили, Кому-то стать могла подарком жизнь В это первое апреле. В Цее Аукнулось Звонкое эхо в горах, Вскружил мою голову Цейский монах, А горные тропы Ползли по хребту, Я шла, Постигая свою высоту. С вершины смеялся Дракон-азорник, Язык мне показывал Сказки-ледник, И падала я, Поморение скользя, Было тяжело Восхождение стезя. Колючую ветку, Зажав пятерня, Я бантик цветной Повязала со сне, И прошептала, Мечто не тая, Быть сможет откликнется, Муза моя. Я вышла в город белой ночью, Сюжетно исследуя конве Две строчки, Пафосные очень, Затанцевали в голове. В лучах полуночного спаса Ушла в глубокое пике, Упав среди его пегаса, Не удержав перо в руке, Не сочинив стихотворение И не воспев красу и стать. Передо мной Петра творение, А мне, Мне нечего сказать. Мой слог не станет Дефирабом, Его проспектом и двором. Я, взгрустнув над неудачным ямбом, Отправлю фото в Инстаграм. И в качестве постскриптума Два недавних стихотворения Бабье лето. В этой осени нет грусти, Пусть простят меня поэты. Вновь уныние отпустят, К нам вернулось Бабье лето. Ярким небом, Рыжим кленом, Нежной песней лебединой И отнюдь неутомленным солнцем. Этого едино Я сплету в цветную песню, Будет мне необходимо Как лекарство от депрессии, Как укол с серотонина. И последнее стихотворение Прежде всего вам читать, Я вам скажу, что По-французски Голод — это пижон. Ну а Как по-французски Я тебя люблю, Все знают. Стихотворение называется Штрудель. Забавный белый пудель Мне завилял хвостом, Я доедала штрудель У сен под мостом. А несколько пижонов Парижских голубей Следили напряженно За трапезой моей. И тут причалил катер Из девичьей мечты Не разомкнуть объятий. Уже ли это ты? Такая вышла тема. Забыла сейчас. Такая вышла тема. Немыслимая прыть Ты прошептал. Жутема. Девчонки, сказки быть. Но оборвался разом Мой самый дивный сон. Какая-то зараза Нажала на клаксон. Новое стихотворение, Поэтому забыть. Спасибо. Спасибо. Благодарю. Спасибо. Спасибо.